Итак, всем привет, всем добре, продолжаем играть за США в World of Blaze В прошлой серии мы потихоньку начали выходить из депрессии Точнее как, из самой депрессии мы не особо выходим, да? Но, по крайней мере, промышленность у нас уже начинает что-то строить У нас 21% фабрик реально чем-то занимаются Кажется, что это невероятно мало, но, учитывая наше общее количество, это уже солидно Это уже больше, чем, я думаю, в какой-нибудь Германии, до Британии и Советском Союзе производится одновременно, да? То есть солидно Еще я тут посмотрел, что у нас тут слегкие танки строятся И, ну, пожалуй, они нам не нужны на данный момент Пускай лучше вон тяжелое пехотное снаряжение производится Повысь, мы еще вот так вот допку повыше, машинки повыше, потому что они очень важны Потом уже, пускай, заполняется пехотное снаряжение Хотя все эти военные заводы мы получим еще очень нескоро В ближайшее время нам что нужно? Нам нужно убрать коррупцию, чтобы политку получить Закончить вот эти вот фокусы Еще немножко бустануть нашу экономику, усталость снизить И дальше не знаю, дальше пока будем смотреть, ждать Возможно, вот сюда стоит пойти тоже Опять-таки, минус ТНП, плюс народные дружелюбия Ну, а там уже посмотрим, что как будет Поехали Япония соглашается предоставить компенсацию Плюс 100 политки Это нам, кстати говоря, очень надо У нас политки реально не хватает И я думаю, можно поставить какой-нибудь еще себе концерн, пожалуй Танки, наверное, нет, вот это все нет Возможно, стоит поставить концерн авиации Да, но возможно еще и советника тоже Но советника, я вижу, мы не можем никакую скидку получить Так что давайте, наверное, так и сделаем Причем можно вот это взять за 15 Но я подозреваю, что у нас будут какие-нибудь бонусы к доктринам Это стратегическое разрушение в этом моде Это очень непонятно, что это дает Но я подозреваю, что это вот все здесь Либо, по крайней мере, вот эти два Которые прямо на бомбардировщике Вот это все-таки еще, видите, не совсем на бомбардировщике Так что давайте, да, возьмем себе советника На все минус 5 И будем фармить Следующего, наверное, пойдем дальше концерна заставлять Ну и плюс надо на самом деле не жалеть политку вот сюда Потому что, во-первых, здесь где-то у нас есть заводы стали И сталь тоже будет выпускаться побольше А во-вторых, ну, нам в любом случае надо все вот эти вот Наши стейты улучшить, снять вот эти дебафы депрессии Чтобы свою экономику вообще пробудить Также я тут еще немножко повыше поставил Еще, опять-таки, инфраструктуру на нефть То есть вот эти вот стейты, где нефти не так много Но все-таки можно делать пораньше Потому что, ну, нам нужно больше нефти В целом, вообще, проблема нефти пофиксится моментально Как только мы уберем вот эту прекрасную вещь Минус 75% прироста горючего на единицу нефти То есть если мы это уберем, то практически в два раза у нас повысится производство Хотел бы сказать нет, но нет На самом деле примерно в четыре раза Потому что у нас сейчас минус 75% То есть нам всего 25% мы получаем И я думаю, мы это повысим Мы еще поисследуем вот здесь вещи И будет, думаю, нормально Еще, я думаю, мы поисследуем патрульные самолеты Как минимум, потому что именно они могут морской патруль делать И находить их И у них 40 обнажение кораблей Это неплохо Но обнажение подлодок 5 Тоже, кстати, солидно Как минимум Хотя не слишком Но у них морская такая большая Достаточно Конечно, это не сравнится с итальянскими 30-кой Буквально с первого теха Но допустим И потом она пустится, конечно, еще более дико 40, потом 50 Единственное, это все позднее тихие Но исследовать можно, я думаю, уже Все равно у нас, ну, исследовать реально особо-то и нечего Правильно, я тут немножко нажимаю Реактировать опять-таки Дали заводы стали Потому что они потребляют железо Но железа у нас хватает А экспорта стали у нас все-таки побольше, чем железо Хотя мы и то, и то можем продавать Но просто потом мне все равно надо будет нажимать эту кнопку Когда у нас появятся новые военные заводы Просто так я ее нажимаю хотя бы заранее И не забываем Нажимать вот эти прекрасные кнопки тоже Дотавим следующего советника И я вот думаю поставить пехотного арсиллерия Либо автотранспорта Просто в будущем я точно буду вот это вот использовать То есть я буду бронетранспорта использовать У нас механ очень хороший у США И вообще стоимость машинок тоже полезна Вот это более-менее полезно всю игру Вот это полезно, ну, я бы сказал, тоже где-то в серединке Но не слишком, потому что нам не так много нужно противотанковых орудий Нам ПВО, вот это все не так что сильно нужно Я думаю, все-таки давайте возьмем вот это Потому что, ну, политку у нас в один момент Как бы будет тратиться на другие вещи Намного важнее Типа лент-лизов всяких Ну, короче, будет находиться Куда их потратить Все эти единицы политической власти Так что да Сейчас мы еще плюс политку получим Будем уже почти два в день получать Наконец-таки, я очень этим доволен И можно будет, наверное, еще вот эту рабочую лошадку взять Хотя тут рядом есть пять объемов производства И это выглядит прикольно Но надо будет подумать Так, мы тут дальше, я думаю, пойдем туда вот направо Вот этот акт сделаем Здесь пять Это пять усталостей убрать, это приятно Но два ТНП, я думаю, чуть-чуть приятнее Потом усталость уберем Наша экономика оживает Очень медленно Очень неспешно оживает И заметьте, я поставил приоритет на новых дивизиях Потому что здесь, как вы можете видеть, лимит Ну, просто невероятно маленький Невероятно маленький, того, какие вы можете дивизии делать Поэтому надо именно делать новые Скорее, первое время Чтобы потом уже как-то сюда дополнить чем-то Мы, кстати говоря, можем резервную дивизию набирать Тоже это стоит делать Потому что это будет вам сплавнить хорошие Ну, достаточно хорошие дивизии Уже обученные, с людьми Только без снаряжения Снаряжения у нас на США будет достаточно Так, от Шельса Австрии уже происходит Тут я даже не знаю, нам нужны штурмовики или нет Я тут просто исследую еще и штурмовики У нас вообще они неплохие Если посмотреть У нас в 41-й год 20 аверштурмовых атаки Потом, кстати говоря, падает Еще забавный факт По-моему, да На морской версии у нас аверштурмовая атака 29 Это просто безумно много Да, там похуже стата Типа Там воздушная атака меньше Маневренность поменьше Вообще, кстати говоря, заметьте У штурмовиков с такой атакой Просто безумная атака и защита воздушная Если посмотреть даже вот сюда На эти На эти Многоцелевые истребители Тут тоже статы такие прям Очень солидные Очень солидные И аверштурмовая атака даже больше, чем вот здесь Но, как я и сказал У морского варианта вот этого вот Просто 29 аверштурмовая атака А здесь вообще 30 будет Так что Я думаю, нам нужны эти штурмовики Если посмотреть на альтернативу ударных Здесь всего 13 Здесь всего Ладно, здесь не всего Здесь 32 Но это уже 43-й год Вообще, можно сказать, и говоря В них тоже Поинвестировать Потому что 43-й год Это примерно Когда мы будем Активно воевать И думать Насчет высадок в Германию Ну, где-нибудь там Во Францию, я думаю Тактически Бомбардировщики выглядят Ну, так Нормально Типа Все понемножку Возможно, мы их тоже будем производить Ну, и, конечно же Мы будем производить Наши летающие крепости Наши прекрасные вот эти вот Бомбардировщики 64 вот здесь вот Либераторы вот на этих левелах Конечно, лучше намного Но Вот эти потом просто Ну, неоспоримо сильнее Особенно к 44-м году И тут мы стоим У выбора Что взять в воздух Прикольно вот этот На 10 тактического 10 стратегического Здесь 15 стратегического И 15 патрульного Это прикольно Даже, я бы сказал Очень И, наверное, мы их и возьмем Потому что стратов Мы будем делать много И они особенно дорогие Истребители, конечно, здесь приятно Но, я думаю, 15 стратов Хорошо И, опять-таки, патрульные Против японцев, я думаю, нам тоже пригодятся Давайте возьмем вот это И нам останется После этого заполнить только танки Ну, здесь, кстати говоря Хороший вопрос У нас есть экономика В теории можно даже не бороться вот это А взять бонусное исследование Здесь каждый бонус очень приятен Ну, я думаю, все-таки возьмем вот это Но, опять-таки, потом До 33-го года Это вообще бесполезно для нас О, а вот и лимит Легких крейсеров Как я и говорил Производить их больше того Что бросит игра Ну, особо смысла нет И что ж Дальше, возможно, эсминцы надо строить Просто-напросто У нас пока новых классов нет Вот этот бы исследовать Ну, радар у нас доисследуется Мы тогда исследуем его Пока что Можно, опять-таки Вообще нет Давайте эсминцев поделаем Вот это достроим Потом еще, опять-таки, подлодок Почему бы нет И, ну, наверное, так и оставим пока что И далее выходит из морского соглашения Опять-таки, я думаю, там будет еще одна поправка Возможно, скоро давайте найдем Нет, кстати говоря, поправки нету Забавно Но ладно Нам нужно будет подоследовать еще Южную Дакоту Тоже, чтобы их заказать Тоже мы скоро делаем радар Начнем следовать вот это сразу И вот это И, возможно, подумаем уже о легких крейсерах Легких, точнее, авианосцах У нас, смотрите, что есть Попала бы небольшая Прочность тоже, как бы, 140 Не сильно большая Стоимость При этом, на самом деле, средненькая Но, как противоподлодочный, в принципе, авианосец Неплохо Я бы сказал, вполне себе Итак, минимальная заработная плата у нас появилась в стране Давайте занимаемся развитием производства Еще 5 усталости 5 стабильности 50 политки Приятно все это И нам бы, кстати говоря Поднять поддержку войны бы еще немножко Нам, потому что Потом понадобится это для Изыва В общем, для экономики, наверное, даже Да, 15 поддержки войны Вот здесь вот И, да, военнопропаганда Нужно будет нажимать Нам тоже Ставить здесь галочку Так, экономика мы не будем развивать Только Инфраструктуру, если вдруг И пока у нас исследуется новый линкор Южная Дакота Мы давайте-ка закажем, опять-таки, наверное, просто эсминцев Потому что эсминцы всегда нужны, всегда полезны Ими можно защищаться И Где-нибудь Пожалуй, вот здесь вот От подлодок И вот здесь вот В принципе, они нам Потом в боевых флотах Будут полезны для Прикрытия А еще, я думаю, можно Принять ученых Давайте начнем с итальянских Потом примем немецких Тоже, в принципе, более-менее полезное Использование палитки Хоть и не суперэффективное Потому что, ну, 50 за 1% Это маловато Ну, и резервные дивизии набраны Можем, по-моему, еще набрать Давайте-ка посмотрим Так, вот эта кнопка есть А, нет, не можем пока что Ну, ладно, тогда ждем А чего-то нам здесь не хватает Машин, кстати говоря, как я и говорил Машины нам реально нужны Давайте я все-таки еще выше поставил Ой, мы можем за 25 палитки Вдохновить общественность На производство 7 дней за каждый уровень влияния То есть На больше, чем месяца Вообще Нормально, я думаю Нам строить много чего надо Производить тоже Я думаю, достаточно полезно И у нас, как вы могли заметить По исследованию Новые есть эсминцы Так что достраиваем вот эти И сравниваем их с новыми А у новых, если что Все лучше, кроме Все, точнее, хуже, кроме ПВО То есть, в теории Если мы просто сюда поставим ПВО Да, получше Оно здесь, в принципе Окей, это максимум, да То есть, типа Вот ваш максимум Здесь хп поменьше Атаки поменьше Торпед поменьше Но зато есть ПВО И, слушайте Объективно-то говоря А он-то хуже Он хуже будет Понятно, что там радары новые Но я еще там могу поставить радары Блин, сложный вопрос Сложный вопрос Давайте, ладно Для массовки В принципе, пойдут и эти ПВО, окей ПВО имеет, конечно Значение Хоть и не так много На вот этих эсминцах Потому что они не так часто Получают авиаудары Но, допустим Все равно для массовки пойдет И есть администрация Стоит теперь подумать Наверное, вот сюда пойти У нас все-таки Здесь скидка на Регаты, на эсминцы есть Эсминцы мы строим Это нам, потому что не нужно Вот это нам не нужно Ну да, в принципе У нас здесь нет выбора Выбор без выбора Потому что вот это Это что-то типа Альт-история Видите, фашизм, популярность Нам нужна вот именно это Кенетсианская экономика Это, кстати говоря, исторический путь Но мы идем в Передать рецессию Так что у нас реально Выборов даже уже не осталось Что исследовать по фокусам И мы накопили сотку Давайте еще и немецких примем Ну и на этом, да На этом мы остановимся Пожалуй Политку дальше Мы будем тратить Уже на Улучшение экономики штатов Остался всего Месяц и неделька До конца рецессии Мы опять-таки Получим кучу просто ресурсов Скорость строительства Плюс 15 для инфраструктуры И 10 нп вернем И на этом моменте Думаю, мы прям Солидность Почувствуем Ну, солидный буст Все почувствуем И начнем нормально Строить инфраструктуру Так, это мы Отменяем Экономика настолько Так сказать Восстановилась Что у нас даже все Стальные заводы Можно реактивировать Потому что у нас так много Железа появилось От восстановления Этих дебафов А вот здесь, я думаю Мы все исследуем Во-первых, ради вот этих бафов Во-вторых Возможно, я и буду Использовать что-то подобное Город стрелков нет Но команда требует Вообще, кстати говоря Всех А, ну да В любом случае Мы ради команды Нужны парашютисты А команды нам нужны Для войны с Японией Потому что здесь бафы В джунглях очень сильные И в принципе В лесах В болотах Короче говоря Во всех хреновых территориях Команды очень неплохие А если посмотреть здесь Как раз-таки джунгли Горы В общем-то здесь Одни джунгли Практически везде Ну, в Индонезии То есть Филиппинов здесь Я думаю Тоже, да, джунгли Нам здесь Команды Это самое то Мы переждали рецессию Ну-ка Теперь ребята Эти должны стать Чуть повеселее Хотя Слушайте Они все так же Не очень Нас любят По ощущениям Порты И GM Ну, как-то Да Такое ощущение Что Хотя Возможно Они станут Типа Мы не получили Этот дебаф И это типа норм Но на самом деле Все равно странно И, как я говоря Сразу по таймингу Мы можем сделать Администрацию реки Кларата И потом выйти в Еще одну чайку исследований Я думаю Это приятно Мы исследовали Южные Дакоты Пора, я думаю Их тоже заказать И Мы достроим сейчас Кстати говоря Как вы можете видеть Эсминцы старые И все эти Верфи пойдут На новые кораблики На новые Южные Дакоты Дакоты Отлично Так У нас нужно больше Хрома Но Не страшно Британия Нам его без проблем Продаст А в Европе Тем временем Михайловское соглашение Поехало Что ж Германия Уже скоро Начнется Свою Ужасную войну Мы можем Удохновлять Общественность Просто постоянно Я не против Это выглядит Очень приятным Бафом Так что Конечно Я буду нажимать Смотрите Как у нас Экономика Расцвела Всего лишь 68 ТНП фабрик Представляете Всего лишь И вот Такой вот Список инфраструктуры У нас строится Одновременно Ой У нас тут Армейская область Наверное накопился Надо будет Эту штуку Поставить обязательно Еще и на Военного советника Политку потом Сэкономим Приятно В первую очередь Нам нужен Именно опыт армии А здесь мы Такое поставить Все пока что Не можем Потому что У нас нет Какого-то духа К сожалению Какого Нам не говорят А еще у нас тут Есть два Стратегических острова Очень важных Вот эти вот И я решил На них радары Построить Потому что Стрельство радаров Занимает О, они Когда Построятся А почему Вместо Скорострельства Минус 180 Ааа Разработчики Мода Молодцы Типа Ха-ха Нет Ты здесь Ничего не построишь Ладно Здесь конечно Есть вот эти кнопки Стрельство А4 Которое требует То есть я могу В 41 году Начать укреплять Эти острова Ладно 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 Но конечно Это мерзко Мерзко Разработчики Мода То что Нельзя здесь Построить Радары Они бы были Здесь Ну просто Безумно Сильны И у нас Тут Момент Такой Что нам Почти Нечего По фокусам Следовать Ну ладно Нашелся Все таки Нормальный Фокус Но очевидно Что вот этот Фокус Я не буду Брать Нормально Я бы Даже сказал Что фокус Приятный Приятный Конечно Гигант Пробуждается Пока нельзя Но Приятный И мы Получается Два фокуса Успеем сделать А там И война Уже Не сильно Далеко Может Еще Что-то Подразблокируется О Такое Вложение Я всегда Не против Делать Инфраструктуру Мы строим Много Так что Нормально И вот Мы будем Получать Верфи Надо думать Куда их Засовывать И я Знаю Мы Смотрите Возьмем Вот это Нам Принцип Вот это Вот эта Штука Не нужна Больше Что здесь Потребление Горячим Минус 5% Это приятно Просто Допустим Но Самое главное Минус 100% Стоимость Проекта Тяжелого Корабля То есть Делая Вот так Линкоры Мы можем Модифицировать Бесплатно Хотел сказать Я Нас обманули Ну-ка Ладно Практически Бесплатно Хотя Может Это и бесплатно Но здесь Забаговано Что-то И минимальная Стоимость Единичка В любом случае Что нам нужно Сделать Нам нужно Раскидать ПВО На все Наши Тяжелые Корабли Вопрос Это считается Тяжелыми Кораблями Нет Окей Все Это только Линкоры И это даже Не авианосцы Я правильно Понимаю Да То есть Вот Чем надо Заняться Во-первых С линкоры Укрепить ПВО Во-вторых Все Авианосцы Укрепить ПВО В-третьих Скорее всего Все тяжелые Крейсеры Укрепить ПВО Хотя Ну да Нет Где-то ПВО Не хватает И это Прям чувствуется И прям Реально Вам дается Опция Очень сильно Улучшить Так что Надо будет Делать Возможно Хотелось Конечно И 85 тысяч Но это Кстати говоря Из-за Лимита И легкие Крейсеры Укрепить ПВО Тоже И Ну Вот Кстати говоря ПВО Здесь Нормально В общем Фишка Просто У японцев Будет Просто Безумнейший Паф Просто Безумнейший Вы потом Увидите На Атаку По кораблям Ну И Соответственно Пуфонам Нужно Просто Максимальное Просто Вот Ну Мы реально Будем Брать Самые Большие Опции Чтобы Эти корабли Просто Жили И Начинаю Тут Химичить С кораблями Единственное Нам бы Дождаться Вот Этой Штуки И С ней Был Улучшать Конечно Вообще Было бы В идеале С 40 Года Это Делать Но Я думаю Старые Подождут И Не сильно Обидится Если у них Будут Не самые Последние Бафы А вот Новые Да Мы уже Будем Улучшать Самыми Последними Техами Как бы Хотелось Мне движки Мапнуть Но Просто Посмотрите Как это Дорого Отдает Это Ну Конечно Не так Что И много Так что Движки К сожалению Апаться Не будут А я Ошибся Вот этот Фокус Требует Гиганта Который Пробуждается А у Нас Не Так Возможности Мы Реально Просто Стоим И ждем Ну А я Еще Параллельно Жду Радара И вот Так Мы Улучшаем Наш Корабль 57.7 ПО У нас Плюс 46 Мы Добавили Немножко Сбросить Легкие Орудия При этом Еще Кстати Говоря Повыся Скорость Что Даст Нам Немножко Выживаемости Дополнительной За 3000 Я думаю В целом Это Того Стоит Пускай Те Корабли Ловят Себя Авиацию Я Не Против Ага А Прикольно Кстати говоря Пока Не Разрешают Это Сделать И Кстати говоря Опыт Я Вроде Я Не Обратил Внимание Либо Не Потратил Либо Потратил Минимум Ну Ладно Короче Говоря Ждем Пока Можно Будет Улучшать У нас Пока Видите Чертовые Морские Эти Договоры Не Дают Нам Это Улучшить До Иначе У нас Было В принципе Три Месяца Точнее Не Три Шесть Месяца Как раз До Войны Примерно Чтобы Дойти До Сюда И Да Видимо Мы Все Типа Должны Были Пойти Туда Но Посмотрим Инфраструктуру Мы почти Все Достроили Так Что Мы В принципе По Инфраструктуре Все Нормально Будем Чувствовать Да Здесь Все Штаты Еще Чуть Надо Будет Улучшать В принципе Может И Нормально Более Того Я вижу Что У нас Будут Уже Открываться Новые Свободные Слоты Для Построек Ну И Конечно Мы Будем Заниматься Постройками Военных Заводов Другой Вопрос Что Это Будет Пока Что Невероятно Неэффективно Пока Мы Не уберем Себе Все Дебафы Так Экономика Нет Я вам Напомню Что У нас Вот Отсюда Минус 50 Скорость Постройки Военных Заводов Отсюда Еще Минус 50 То есть Мы Будем И строить Под Минус 100 Ну Пока Я не вижу Других Опций Хотя Есть Еще Одна Опция Ресурсы Больше Вложиться Но Даже Не знаю Вообще Вот Сюда Да Плюс 400 Железа Это Дофига 100 Здесь Плюс 66 Здесь Вообще Это Все Того Я думаю Стоит Более Менее Так Что Подождем Потому Что Снять И Да Давайте Тут Еще Будут У нас Во-первых Вот этот Супер Полезный Баф На 25 Политки Очень Сильный И В теории Здесь Еще Какие-то Вещи Возможно Нам Будут Полезны Посмотрим Потом Тихоокеанский Рубеж Допустим Выглядит Вообще Классным Укрепление Бас Наших Морских В Тихом Океане Будет Полезно Нормально В целом В целом Не слишком Страшно Получили Мы За то Что Мы Ничего Не Брали По Фокусам Кучу Политки Конечно Фокус В среднем Всегда Полезней Но Политка Нам Тоже Пригодится Так Это Мы Сделали Пока У нас Нет Фокуса Давайте Мировую Сверх Державу Возьмем И Вот У нас Политка Будет А Сейчас Начнется Мировая Война И Мы Будем Делать Кэшн Кэрри Гиганты Пробуждаются Будем Мы К Готовы Инфраструктура Тут Как Раз Так Уже Практически Достроилась Стались Буквально Первые Левела Может Здесь Вот Это Мы Уже Ресурсы Дополнительно Достраиваем Нормально И Вот Уже Август Но Все Еще Нам Ничего Брать Так Что Все Еще Мы Делать Скорость Планирования Не Сильно Полезна Но Допустим Допустим Пойдет Я Думаю Мы Как Раз К Войне И Достраиваем Всю Нашу Инфраструктуру Плюс Минус Да Вот Это Уже Я Ресурсы Да А Вот Сейчас У нас Все Будет Достроено Осталось Буквально Чуть Чуть Давайте Перепроверим Да Здесь Все Строится До Восьмого Левела Вроде Везде Я Вяжу Восьмой Левела Нигде Мы Ничего Не Забыли Именно Восьмой Будет Чуть Чуть Накоплено Как Можете Видеть Мы Начинаем Уже Следовать Танки Механ У нас Тут Вовсе Идет В общем То Готовы Будем Очень Скоро Налаживать Полноценное Военное Производство Я думаю Ну да Вот И последний Штат У нас Готовы От Депрессии Восстановлены И Пошло Но Так Выйти Сложение Прямо Сейчас Нет Нам Не сильно Прямо Это Необходимо Мы Строим Все Нормально Конечно Хотелось Будет Улучшать Но Пока Пофиг И Вот Мы Готовы Давайте Кэшн Кори Поправка Как раз Мы Закончим Я думаю Там У нас Уже Недалеко Будут И Вот Эти Гнопочки Московое Уклышение Видите Само Отменилось Отлично Достраиваем Подлодки Последнюю Последний Эсминец Это Мы Не Начали Строить Плевать Думал У нас Смотрите 120 дней До Радаров Теории Тут Сколько 160 Это 200 дней До Суо Давайте Уже С последними Системами Управления Огня С последними Радарами Будем Все Улучшать Лучше Суо Уже Не будет Лучше Радар Еще Будет Но Столько В 42 Так Что До Этого Мы Уже Дождемся И Значит Наша Военная Промышленность Сейчас Будет Начинать Нереальными Темпами Настраиваться Кашинкарик Есть Сколько Тут Там Еще 17 Дней Она Общий Дойдет Чуть Чуть Подождем Нам Нужно Гигант Пробуждается Здесь же Не осталось Никаких Кнопочек Джоже Экономика Еще Вот Эта кнопка Ладно Тогда Можно Взять Реально Фокус Какой То Успеть За Это Время Закон Ленд Лидия Пока Что Мы Не Можем Нужно Подождаться Пока Франция Капитулирует Это Мы Тоже Не Можем Давайте Ладно Тогда Сделаем Монроп Левать Скорее Все Бесполезно Но Пускай Будет Ждем Последнего Стейта И Чегант Пробудится Сейчас Можем Эмбарго Сделать Германии И Военную Пропаганду Слушайте Эмбарго Да Военную Пропаганду Тоже Да Потому Что Поддержка Войны Нам Нужна У нас Добавим Кашин Корея Есть У нас Британия Может Закупать Уже Технику Можем Топливо Отправить Топливо Но Я Подозреваю Что У них Есть Топливо Да У нас Топливо Топливо Сразу Как Проснулось Даже Наверное Не Сразу А Это Еще Не Все Это Еще Мы Только Начали Это Мы Все Тренируемся Верно Верно Так Что Скоро Скоро Начнется Нереальное Поднятие Нашей Экономики И Вот Оно Гигант Пробуждается Давайте Сразу Пожалуй Сюда Мы Можем Пойти Либо Что Здесь У нас Политка 50 Переговоры В военном Производстве Вот Это Нам Нужно Обязательно Сейчас Сделать Чтобы У нас Начало Военное Производство Расти Вот Это Будут У нас Переговоры А Затем Все Говорят Вече Исследований Тоже Безумно Сильно Но Мы Ждем Сюда Вот Идем Затем Идем Вот Сюда Чтобы У нас Эти Военные Заводы Заполнялись Но Вообще У нас Терри Гражданская Экономика Нам Теперь Нужно Избавиться От Великой Депрессии И Затем Мы Сможем Поставить Сех Хорошую Экономику Но Я думаю Продолжим Уже В следующей Серии Мы Побудили Нашего Полового Гиганта Так Сказать И Готовы Уже Начинать Наше Производство Военной Промышленности Замечу Что У нас Не будет Такой Проблемы Что Нет Эффективности Потому Что У нас Будет Базовая Плюс 25 И Ростэффективности Плюс 50 То есть Наши Заводы Будут Очень Быстро Оставать Строй И Очень Быстро Набирать Всю Свою Эффективность И Очень Быстро Выпускать Оружие Против Немцев А на этом Серия Подходит К концу С вами Ребята Был Дуб Гай Подписывайтесь Если Вы Еще Не Подписаны Лайки Комментарии Все Как Обычно И До Скорых Встреч Пока